Друзья, всем привет! В Германии опять требуют от России не взыскивать аванс после нарушения контракта немецкой Линдии. История с нежеланием немецкой компании Линдии отдавать присвоенные российские деньги получила свое продолжение, в Германии все еще надеются оставить эти финансовые средства себе даже несмотря на то, что они самовольно нарушили контракт на строительство и не выполнили обязательства по договору, поэтому попытка прикарманить российские деньги выглядит довольно странно и неприятно. Год назад немецкая компания Линдии объявила о приостановке контракта по строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Луге в одностороннем порядке, исходя из политических мотивов. Компания заключила договор с Русским Альянсом, являющимся совместным предприятием Газпрома и Русгаздобычи, но по факту договорное обязательство немецкая фирма нарушила и пытается оставить себе аванс 946-5 миллионов евро. На этот раз в Линдии хотят заручиться поддержкой гонконгского арбитража, обосновывая это тем, что компания не может выполнить свои обязательства перед российским заказчиком по той причине, что если они выплатят обратно российский аванс. То это нарушит политические и экономические ограничения, которые незаконно наложили компании ряд стран. Химическая компания Линдии имеет штаб-квартиру в британском Гилфорде после слияния с американской Прохаир, поэтому там пытаются юридически обосновать, что имеют право отбирать российские деньги, выплаченные в качестве аванса. Однако в России думают по-другому и на все имущество и активы Линдии был наложен арест в рамках обеспечительных мер. Теперь немецкая-американо-британская компания требует через гонконгский арбитраж снять арест с активов и считает российские требования неправомерными, то есть иностранцы должны были просто присвоить российские деньги и нужно было. Чтобы Россия не обращала на это внимания и уж тем более ни в коем случае не отбирала имущество Линдии. Такое поведение для зарубежных компаний не новость, они привыкли за счет России обеспечивать свое благосостояние. Но теперь у них такую возможность жестко отобрали и заставляют выполнять свои обязанности во что бы то ни стало и если при этом иностранная компания понесет финансовые потери, то это даже лучше. Чтобы в будущем такого поведения они себе не позволяли. Я помню, как некоторые говорили о том, что Россия ничего не сможет сделать в ответ и просто забудет про эти деньги и эта смешная болтовня для них казалась вполне оправданной. Но по факту мы как всегда посмеялись над такими наивными утверждениями после того, как имущество иностранной фирмы Линдии в России оказалось арестовано. В Линдии считают, что на законных основаниях приостановили действия контракта в соответствии с санкционным решением Германии. В российской компании пытались добиться отмены этого решения, но потом стало понятно, что это невозможно и 23 сентября 2022 года было объявлено о приостановке контракта, однако гарантирующие банки сообщили, что не смогут вернуть аванс из-за финансовых ограничений. На сегодня уже около 250 миллионов евро 22 миллиарда рублей набежало в виде процентов и штрафов в адрес иностранной организации, то есть они были должны 946-5 миллиона евро, а теперь обязаны выплатить 1-2 миллиарда евро. Однако в Линдии подали арбитражный иск в гонконгские суды, утверждая, что российская компания не имеет права на выплаты. Мало того, в Линдии пытались через Гонконг добиться компенсации ущерба от российской компании за то, что активы Линдии в России были арестованы. Вы представляете себе наглость? В результате один суд отказал Линдии и дело направили в другой гонконгский суд в КиАЦ, который будет требовать отвернуть арестованные активы Линдии и обяжет урегулировать вопрос с выплатой аванса. По этой причине в Русском альянсе намерены воспользоваться статьей 248 АПК РФ, которая говорит об исключительной компетенции российских судов над чужими иностранными решениями. В Германии так и не смогли сохранить доверие в России к немецким компаниям и это окажет влияние на будущее немецкой экономики. В Польше требуют от России не взыскивать деньги за строительство 800 промышленных объектов. Серьезные заявления российского политика Вячеслава Володина о том, что следует получить от Польши финансовую компенсацию, стали для Польской Республики полной неожиданностью, там рассчитывали. Что торгово-экономическое давление с их стороны не приведет к таким последствиям. Россия при СССР вложила огромные деньги в польскую экономику и это было последовательной и целенаправленной политикой, направленной на укрепление торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Вместо того, чтобы строить все эти объекты у себя, советские руководители были уверены, что обустраивание промышленности в Польше позволит сделать дружеские отношения более тесными. Однако сегодня мы видим, что эта политика была слишком наивна и даже вредна, ведь в Польше считали, что получать финансирование от России при СССР – это само собой разумеющееся явление и не заслуживает благодарности. Зато, когда Европа лишает Польшу финансирования, там говорят о какой-то солидарности и единстве. Предложение Володина о взыскании с Польской Республики денежной компенсации вызвало негативную реакцию со стороны польских политиков и сильно их насторожило. Там не ожидали такого требования, хотя оно всего лишь на стадии идей. Однако то, что сегодня просто идея в скором будущем может стать реальностью и судя по тому, как в Польше оказывают давление на нашу экономику и не желают уважать усилия нашей страны по формированию польской промышленности в прошлом, то эта идея вполне может получить продолжение на законодательной основе. По современным ценам Россия при СССР отдала на ветер свыше 750 миллиардов долларов, чтобы построить более 800 промышленных объектов в Польше. По сути, создав им экономику заново и увеличив уровень их промышленности от плуга и сахи до высокоиндустриальной инфраструктуры. Однако в Польше не считают это причиной для того, чтобы ценить данный поступок, и политики там уже начали высказывать свое мнение на этот счет и требуют забыть про взыскание финансовых затрат. Премьер-министр Польши Моровецкий сказал, что эти требования абсурдны. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс назвал это требование страшилкой и уверен, что никто в адрес ни за что платить не будет. Мало того, российский политик Володин констатировал, что современное территориальное устройство Польши, которое было определено итогами, просто не имеет актуальности и должно быть пересмотрено, и это очень серьезный посыл в сторону Германии, которая с радостью бы на это согласилась. Конечно, сегодня говорить об инвестициях в Польшу со стороны России – это просто смешно, ведь польские политики требовали от Германии прекратить получать российский трубопроводный газ. Пытались запретить «Газпрому» и «Роснефть» и продавать ресурсы в Европу, поэтому в том, что немецкая промышленность осталась без природных газа – это в том числе заслуга их соседей. В Польше, конечно, не согласны ничего выплачивать. Считая, что Россия просто обязана была обеспечивать польскую промышленность и благосостояние, и поэтому там не собираются платить компенсацию 750 миллиардов долларов за строительство 800 промышленных объектов. В Европе требуют от России не брать под контроль зерновой рынок. Крупнейшие канадские и американские зернотрейдеры обеспечивали контроль над экспортом российского зерна по следующей схеме – они приобрели множество элеваторов и перерабатывающих заводов в разных российских регионах и через европейские. Турецкие фирмы скупали все объемы урожая по внутренним ценам. А потом направляли в другие страны для продажи по мировой рыночной стоимости, которая намного выше. Так продолжалось еще с 90-х годов, и иностранцы были уверены, что так будет и впредь, но они ошибались. Когда в правительстве РФ начали предпринимать шаги, направленные на обеспечение собственных экономических интересов, чужие перекупщики оказались не к месту. В России начали создавать такие условия, чтобы оттеснить иностранных зернотрейдеров от отрасли и результат не заставил себя долго ждать. Приобретение большого количества грузовых морских балкеров и создание собственной страховочной системы совместно с Китаем и Индией подтвердило серьезность российских намерений. И вот теперь в США и Европе начинают осознавать свою ошибку, ведь если Россия сама начнет контролировать собственный зерновой рынок, то это отразится на доходах иностранцев не в лучшую сторону и они не смогут извлекать прибыль от перепродажи российской сельхозпродукции. На Западе поняли, что Россия будет просто договариваться о продаже зерна с другими странами, совершенно игнорируя чужие зерновые биржи, а это чревато для зарубежных ретейлеров потери огромных доходов. В американском Царгил и в канадской Ветера, которые имели в России множество активов, это прекрасно на себе ощутили. Однако я вижу ситуацию немного под другим углом, уход этих двух крупнейших зернотрейдеров из России – это вовсе не демонстративный, а вынужденный шаг. Введение правительством РФ квот на вывоз зерна рассчитан таким образом, чтобы иностранные перекупщики не могли оперировать основными объемами урожаев. В России уже давно происходит вытеснение зарубежных выгодополучателей, и ушедшие ветера и Царгил вынуждены были содержать элеваторы и заводы в России, а сверхприбыль от перепродажи зерна у них просто тихо отобрали. Это стало для иностранцев невыгодно, иначе бы они цеплялись за любую возможность остаться.